здравствуйте друзья в эфире канал new h вот и с вами я юрий гимильфорд скажите мне пожалуйста как бы вы назвали человека или группу людей которые бы устроили в какой-то местности натуральный голодомор то есть путем конфискации продуктов питания обрекли бы население этого региона на голодную смерть уверен что любой из вас подберет для этого человека для этого субъекта соответствующие эпитеты убежден также что для кима третьего который он который там пухлячок наш северокорейский для него подберете такой же термин который заставляет население своей страны кушать траву по причине отсутствия продовольствия уверен также что подавляющее большинство моих здравомыслящих подписчиков точно также тот же эпитет подберут и усатому пырю сталину который в украине устроил голодомор но у меня тогда вопрос а как назвать тех людей которые в настоящее время собираются устроить точно такой же голодомор в прямую я не буду голосом давайте мы с вами посмотрим один эпизод внимание как сообщает официальный сайт федерального агентства по рыболовству 1 июля 2015 года стартовал проект региональный продукт доступная рыба на сахалине этот проект был разработан для снижения цен расширения ассортимента улучшение качества рыбопродукции которая доступна для жителей сахалина на официальном сайте администрации города южно-сахалинска есть даже целый раздел посвященный именно этому проекту доступная рыба ссылка есть в описании на первый взгляд замечательный проект это не оговорка действительно на словах на первый взгляд проект совершенно замечательный я ничуть не удивлен что подобного рода проект был распространен другие регионы российской федерации тем более дальневосточные регионы которые богаты рыбы однако давайте мы с вами посмотрим некоторые кадры которые были сняты в николаевске на амуре обещаю это будет интересно просто блеск ну помилуйте я как рыбак как волжанин вот я смотрю на это обилие рыбы мы таки душа радуется вот сейчас бы спиннинг или удочку эху вот тонну бы так стоп это что такое я таки плохо не понял а ну ладно но все равно настолько рыбы ну порыбачить вот в такой пути какая это таки прелесть но рыбаки меня поймут так это что такое так сетки но это похоже браконьер сумма сетки ну так ребят это как ну вылавливай ой ну где б столько рыбы вот порыбачить бы ну вот где да ежа мужик мужик рыбалка дружба фроншафт Вы вправе спросить, друзья, Юр, а в чем прикол? А в том, друзья мои, что эти кадры были сняты в устье реки Амур. Не поняли? Дело в том, друзья, что проект «Доступная рыба», он был распространен за пределы острова Сахалин дальше. И вот в рамках проекта «Доступная рыба» определенным структурам, которые были приближены к местным властям в Хабаровской области, было дано право просто перегораживать устье Амура и не пускать рыбу на нерест. Что опять не поняли? Ладно, тогда, друзья мои, давайте по молекулам. Вот на видео, которое вы только что лицезрели своими глазами, показано так называемая летняя кита. Ну, в просторечии мы ее называем горбушей. Так вот, когда эта кита или горбуша отнерестится, она погибает и служит питанием для мальков. А мальки, они по течению спускаются из Амура и всех его притоков в море, и через 4 года они возвращаются на то место, где они родились. Если они не родились в этом месте, то никогда в это вот место больше нереститься не придут. Следовательно, если киту вылавливают во время нереста, то в этом году, значит, в Амур рыба не попала вообще. Следовательно, вот в рамках вот этого вот проекта «Доступная рыба» в преддверии выборов президента кита появится в магазинах именно тогда, когда это будет нужно. Вы вправе задать мне вопрос. Йор, ну а с чего ты сделал такой вывод? Ща объясню. Дело в том, что в настоящее время в Преамурье, это вот по сообщению людей, которые мне прислали, собственно говоря, этот материал, причем людей разных совершенно, никак друг с другом не связанных, и вероятность сговора между ними практически исключена. В настоящее время в Преамурье рыбы практически нет, а если и где-то есть, то примерно по 300 рублей за килограмм. Вы им опять же вправе мне возразить, сказать, ну Юр, ну это же еще по-божески. Соглашусь полностью, поспешу с этим согласиться, потому что если судить по московским магазинам, да че мне далеко ходить, вон по саратовским магазинам, у нас горбушей по 400, но давайте произведем небольшой подсчет. Вот в Преамурье население, примерно 800 тысяч человек, все население запасается рыбой на зиму. Местные жители ее солят, коптят, замораживают, и каждая семья запасается на зиму примерно 15-20 штук вот таких вот рыб. Рыб, они их называют кетиной. Каждая вот такая рыба, это от 4 до 6 килограмм. Вот одна рыба, одна, она стоит на рынке 200 рублей. То есть это в среднем где-то 40 рублей за килограмм, ну а там по килограмм не продают, там продают только по штукам. И вот если учесть, что с 10 сентября, то есть через 4 дня, уже пойдет так называемая осенняя кита, и если местные власти проделают то же самое, то рыбы не будет вообще. А это означает, что жители Преамурья будут фактически обречены на голодную смерть, поскольку останутся без рыбы вообще. Теперь, поняли? То есть иными словами, друзья мои, в настоящее время вполне уместно говорить о сталинском голодоморе 2.0, только, ну, в меньших масштабах, хотя бы в силу того, что на Дальнем Востоке проживает гораздо меньше жителей, чем в 30-е годы проживало в Украине. Друзья мои, я не буду отнимать ваше время и пересказывать вот все, что уже до меня много раз было сказано о чудовищном сталинском геноциде, который сейчас называют голодомор. Вы без меня найдете все эти ссылки и прекрасно, да вы сами прекрасно все знаете. Но если вот то, что сейчас делают власти, это не голодомор, это не преддверие голодомора, не закон о пяти колосках, то я тогда затрудняюсь подобрать этому определению. Почему вы вправе задать вопрос, а почему ты упомянул закон о пяти колосках? А к тому, что те, кто живет сейчас на Амуре, подобными вот хищеническими вещами не занимаются никогда, ибо они понимают все последствия и прежде всего для самих себя, потому что понимают, что им есть будет нечего. Но этим сейчас занимаются вот те люди, которым дан зеленый свет от власти, которые не боятся ни властей, ни рыбинспекторов, никого. Но при этом, вот как раз вот к чему я упомянул закон о пяти колосках. Но простых граждан, которые пытаются обеспечить себя и свою семью рыбой, эти службы вылавливают и штрафуют, и кстати говоря штрафуют на весьма серьезные суммы. Я не задаю, друзья, вопрос кремлевцам, понимают ли они, что они делают. Они давно уже рассматривают нас даже не как холопов, а просто как биомассу, интересы которой вообще не следует принимать во внимание. При этом даже обращу ваше внимание на то, что действуют они в ущерб самим себе, потому что, извините меня, если начнут вымирать люди на Дальнем Востоке, то кто за вас на том же Дальнем Востоке голосовать-то будет? Господа ядорасы, ой, ядерасты, ядрос, члены Единой России, ладно, название у вас сложное. Не о том речь. Я просто хочу напомнить власти одну вещь. Ребят, а вы помните, что было 7 лет назад? Я вам напомню. Тогда были по странному стечению обстоятельств именно тоже в Приморье, так называемые приморские партизаны. Это те, кого называют либо охотники за милиционерами, или приморская банда, или банда приморских партизан, но в историю они вошли именно как приморские партизаны, лидером которых был Андрей Сухарадов. Эти ребята, они отстреливали милиционеров в ответ на милицейский беспредел. Ребята, кремлевцы, вы сейчас обрекаете на голод 800 тысяч человек в Приморье. Как вы думаете, как будут реагировать жители Приморского края? Знаете, ребят, кремлевцы, вот эта ситуация у меня не вызывает ни малейшего желания даже над вами ерничать. Также у меня нет ни малейшего желания высказывать какие бы то ни было гипотезы. У меня это вызывает только воспоминания. Одной известной песней. По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье. Белой армии оплот. Колыхались знамена кумачом последних ран. Шли лихие эскадроны. Преамурских партизан. Вам это ничего? Не напоминает? Ассоциаций никаких? Ну хорошо, если никаких. И в качестве небольшого по скрипту. Я напомню, что в 2010 году, после того уже как приморские партизаны были обезврежены, на радиоэх Москвы был произведен опрос, как люди, как радиослушатели относятся к приморским партизанам. Положительно, отрицательно, нейтрально, осуждают, одобряют и так далее и тому подобное. И там в студии был тогдашний министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Так вот, 70 с лишним процентов радиослушателей высказали одобрение действий приморских партизан. Именно тогда министр Нургалиев, он патетически воскликнул. Россия, ты одурела. Может быть, и одурела. А может быть... Не знаю. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал Нью-Аш-Вод. Не забывайте ставить лайки. Если будут вопросы, присылайте. Обсудим. До встречи.